Заниматься спортом – хорошая привычка и неотъемлемая часть здорового образа жизни. Приобщать к физической культуре детей желательно с малых лет, убеждены учителя Одинцовского района. В этом году в школах муниципалитета начнут вводить отдельный урок по волейболу. Одинцовский район является столицей волейбола Московской области. Это историческая сложимость. Здесь действительно всю жизнь работали. Очень хорошие, в том числе, тренингские кадры, очень хорошо раздавали систему детско-юношеского спорта. Поэтому было принято решение, именно пилотный проект провести в Одинцово, так как для этого есть все необходимое. Все за и против введения нового урока в школы района обсудили не только учителя, но и тренеры местных волейбольных команд. Волейбол – это, скажем так, должный спор, который очень активно развивает все качества занимающегося, тренирующегося. Потому что нет упора на какое-то одно, или на какую-то одну часть тела, на одну часть физической нагрузки. Поэтому введение быстро и прыгнуть высоко. Тактика передвижения, нападающие удары, подача мяча – все это показали учителям в волейбольном спортивном центре на открытом уроке. Совсем скоро таким приемом и не только начнут обучать ребят в местных школах. Мы хотим научить наших детей заниматься не только физкультурой, но и специализированно волейболом. Так как у нас, вы видите, прекрасный комплекс, у нас центр, готовится центр спортивной подготовки по волейболу. Поэтому мы хотим и научить наших деток тоже заниматься волейболом. И, может быть, кто-то из них попадет к нам в дальнейшем уже в команду мастеров. Волейбольный центр Московской области является федеральной экспериментальной инновационной площадкой. И мы пытаемся выстроить как раз пирамиду по взаимодействию всех заинтересованных организаций и образовательных учреждений, и организаций спортивной направленности, и профессиональных клубов. Уже 14 школ нашего района из 50 присоединились к проекту. Теперь в этих учебных заведениях один час физкультуры из положенных трех будет посвящен волейболу. В нашем районе замечательные учителя физической культуры. Я думаю, что они справятся с этой задачей. Но и мы, тоже как управление образованием и учебно-методический центр, конечно, готовы оказывать всевозможную методическую организационную информационную помощь для того, чтобы повышать квалификацию педагогов. В ближайшее время у нас запланированы уже курсы. Программа по введению волейбольного часа реализуется при поддержке Московского государственного областного университета, волейбольного центра Московской области и управления образованием Одинцовского района. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.